МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Против магистрали всем поселкам. Мы живем прямо около леса. Сейчас эта дорога будет. Как нам жить? Жители поселка Нагорный отстаивают свой лес и дома. Что пойдет под снос, узнавала Альбина Минебаева. Казань цветущая. Озеленение города, конечно, это всегда положительный момент. О благоустройстве и озеленении Казани расскажет Алина Бережная. Стройка на месте озера. Можно было бы, конечно, прудник оставить, деревья, чтобы было. Жители улицы Амирхана гадают, что строят под их окнами. Об этом Анна Городнова. 40 миллионов долларов для Чистополя. Новый банк развития БРИКС одобрил проект модернизации исторических объектов города. Об этом сегодня сообщили в ходе визита Рустама Миниханова в Китай на третье ежегодное заседание нового банка развития. На что пойдут эти деньги и какие еще татарстанские проекты могут получить финансовую подпитку из-за рубежа. О деталях очередного президентского визита в Поднебесную Дмитрий Аринин. Встречи, выступления, встречные предложения. Таким насыщенным получилось посещение президентом Татарстана, Шанхая и третьего ежегодного заседания нового банка развития. Это финансовое учреждение было создано в 2014 году странами БРИКС. Россией, Бразилией, Индии, Китаем и ЮАР. Цель – финансировать инфраструктурные проекты. Их представила и наша республика. Это реконструкция Заянской ГРЭС, строительство ветропарка и комплекса по глубокой переработке зерна. Получается так, что когда урожая нет, цена зерна поднимается, когда много урожая нападает. Нужен стабильный потребитель зерна. И очень много компонентов глубокой переработки зерна сегодня импортируется в Россию. На встрече с руководством нового банка развития сообщили, что еще один проект по комплексному развитию инфраструктуры Чистополя уже одобрен. Город получит 38 миллионов долларов. Данные средства будут направлены на создание новых музейно-выставочных объектов. Чистопольского государственного музея-заповедника – это более 10 объектов. А также реконструкцию и реставрацию более 30 объектов, находящихся на территории музея. Все вопросы инфраструктурных инвестиций обсуждали на заседании банка. Выступая на семинаре по современным тенденциям, Рустам Мениханов отметил, что такие банковские финансовые вливания сейчас как нельзя кстати. А в Татарстане развитию инфраструктуры и современных технологий уделяется большое внимание. На этот год у нас более 20 отраслей определены приоритетными. Ну и для успешного развития у нас созданы две особые зоны, четыре территории опережающего развития. Как развивать и укреплять связи в разных сферах, Рустам Мениханов обсудил и с мэром Шанхая господином Ин Юном. Татарстану интересно перенять опыт создания промплощадок и особых зон. В республике готовы увидеть больше китайских студентов. А руководство Шанхая собирается приехать в Казань и изучить подготовку и проведение WorldSkills. Соревнования им предстоят в 2021 году. Я планирую заграничную поездку и Казань будет у меня приоритетным выбором. И я обязательно посещу 45-е мировые соревнования по профессиональному мастерству. В Шанхае Рустам Мениханов провел еще ряд переговоров. С китайскими бизнесменами обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства и биотехнологий. Дмитрий Аринин, Марат Кусаинов, Амир Завельшев, ТНВ, Китай. В доме Свешникова, объекте культурного наследия 19 века, в ближайшее время начнутся противоаварийные работы. График представили Рустаму Мениханову. Накануне он осмотрел исторический центр Казани. Реконструкция идет на нескольких объектах. В гостинице дворянского собрания, в доме Пескунова и в здании, где родился и жил Николай Бауман. Рабочая группа также посетила правый берег Казанки. Там должна появиться пешеходная зона. Одной из точек в маршруте – школа «Солнце». В марте здесь начали делать четырехэтажный пристрой. Напомним, школу открыли пять лет назад и несколько раз по решению суда ее пытались закрыть. В 2014-м за нее вступился президент. На стройку выделили 137 миллионов из республиканского бюджета. Первый этаж нового пристроя практически завершен. Осталось решить вопрос со спортзалом. Мы про спортзал рассказали, признавали, что будем решать, что сейчас построим это. Начинать можно с того, что здесь заниматься в музыкальном зале, в зале первой школы, который находится в двух километрах, на Черном озере. Вот это было главным вопросом. Хотя на самом деле есть еще вопросы, которые надо будет решать. У школы спортзал не единственная вещь, которой здесь не хватает. Здесь не хватает спортивной площадки. Но это все будет решаться после строительства создания. Черные лебеди на Черном озере, амфитеатр в крыльях Совета и цветочные каскады на набережной озера Кабан. В Казани эти летом продолжится масштабная работа по благоустройству парков и скверов. Всего в городе изменят 8 общественных пространств. Как преображается Казань, наблюдала Алина Бережная. Плитка к плитке завершается благоустройство набережной озера Кабан, пешеходная велодорожка, освещение деревьев и цветущие многолетники. Первая очередь откроется уже к чемпионату мира по футболу. Здесь будет настоящий цветочный каскад. Приятные изменения ждут и парк Черное озеро. Здесь в ближайшее время поселится пара черных лебедей. Именно для птиц отделе изи-грифт выбраны не случайно, как герои классического балета «Лебединое озеро». Ведь семейное гнездышко будут птиц в специальном домике, который прошел все архитектурные согласования. О изменении города, конечно, это всегда положительный момент, потому что воздух становится чище. Нам становится приятнее гулять, нам становится приятнее. Очень здорово. С ребятишками ездить гулять. Туристы, которые приедут на чемпионат мира по футболу, это будет сюрприз и подарок. Амфитеатр на 142 места и огромная клумба с круговой скамьей. Осенью запланировано благоустройство парка Крылья Советов. А в Горхинском и Метинском лесу проложат экологические тропы и 20-метровую горку. Те зоны, которые посвящены гостеприимству, мы над ними начали работать раньше. Парки, которые находятся ближе к жилым домам, мы, в принципе, первый круг обсуждения с жителями уже прошли. Получили необходимое количество пожеланий, замечаний. Все оставшиеся вопросы сразу после чемпионата приступим. И в хорошие погодные условия, включая сентябрь, начало октября, завершим те работы, о которых мы планируем. Вместе с инфраструктурой в парках появляется насыщенная летняя программа. Экоквесты, фестивали, граффити и даже первый городской огород. Посетителям будет чем заняться. В летний период мы понимаем, что мероприятия будут проходить практически ежедневно. Не менее 30 событий в разных парках. Развлекательные программы в парках начнутся уже 1 июня. В такой насыщенной культурной жизни каждый найдет что-то для себя. Алина Бережная, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. На генеральном плане Казани новая горячая точка. На этот раз у поселка Нагорный. По словам жителей, согласно проекту, якобы через поселок пройдет дорога. Эта магистраль может обернуться вырубкой леса и сносом некоторых домов. Альбина Минебаева выслушала жителей и узнала, есть ли почва для их беспокойства. Чисто случайно все. Узнали, да? Да, чисто случайно. И все просто в шоковом состоянии. Пугать жителей Нагорного новый генплан Казани. За 60 лет истории, возможно, их ждут перемены. Через поселок по проекту пройдет четырехполосная дорога, говорят жители. Сейчас мы опасаемся, что, возможно, наши дома окажутся возле дороги, а может быть, даже попадем под снос. Соседний поселок тоже затрагивается, а потом дорогу ходят в облако. Новый генплан с дорогой обсуждать всем поселкам. Это примерно 4,5 тысяч человек. Они уверены с таким проектом и от леса останутся только воспоминания. Под вырубку предположительно 10 гектаров и больше. По сути, от этого леса остается только маленькая лесополоса. В защиту леса выступают и экологи. Они показывают документ. В 2017-м Казгордума через Верховный суд пыталась земли Рослесфонда включить в муниципальные. Фемида отказала. Эти земли Рослесхоза, городская дума, никаких прав она не имеет. И они не имеют права на проектирование, решение хозяйственных вопросов. Такие вот листочки у каждого жителя поселков Нагорный и Дербышки. Здесь пенсионеры, средний возраст. И, конечно же, дети всего порядка 400 человек. Столько же подписей и собрали к претензии генплану Казани. Напомним, на прошлой неделе генплан вынесли и на сессию госсовета. Тогда город уточнил, что часть домов могут пойти под снос лишь в поселках Карьер и Большие Клыки. Нагорный выступление не упоминался. Компромисс найдено, кроме Карьер и Большие Клыки. 31 дом с 2007 года, проектом генерального плана, который разрабатывался, находится в коридоре будущей перспективной дороги. Новый генплан остался в этих же коридорах. Возможно, эти переживания и преждевременные ответы на свои вопросы можно будет получить на публичных слушаниях. Они стартуют завтра и продлятся до 6 июня. И каждый раз на разных площадках дважды в день. Письмо с подписями жителей Нагорного направят в управление архитектуры Казани. Твердо намеренно отставят лес. Уже на публичных слушаниях. Альбина Венебаева, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. Слушали пение Соловьев, а сейчас шум стройки. Жители Казанской многоэтажки гадают, что происходит под их окнами. Территорию на перекрестке Амирхана-Варовского обнесли забором. Деревья вырубили, от озера осталась лишь лужа. Как удалось выяснить, разрешение на стройку исполком не выдавал. Тему продолжит Анна Городнова. Утки плавали. Не знаю, сколько этажных зданий будет. С этой зимы под окнами Венеры Кашафовой прописалась техника. Вместо деревьев и кустарников торчат вбитые сваи. Деревья можно было бы, конечно, прудик оставить. Как-то деревья, чтобы было красиво посидеть. Дети бегали. Ближайшие дома от стройки отделяют чуть больше 10 метров. Что сейчас здесь строят, гадают жильцы всех соседних домов. Обойдя эту территорию по периметру, и мы не нашли здесь паспорта объекта. На карте, напротив авторынка, место застройки отмечено как зеленая зона с озером. Водя на территорию, мы увидели лишь небольшую лужу. Строители были неразговорчивы. А что здесь будет вообще? Встань на анкрум. Какое? А классные таблики где у вас? Сами жители во мнениях разделились. Одни считают, что место можно было бы облагородить. Другие, что от былой красоты здесь уже ничего не осталось. Ну, во-первых, шумят. Во-вторых, тут все равно соловьи. Слушанные пения. Было грязное болото. Куда ходили, по нужде. Со всего авторынка. Так что, если там что-то устроят, это даже хорошо. Ничего не написали там. И никто нам ничего не сказал, никто нас не предупреждал, что там будет. По нашему запросу в исполком Казани нам ответили, разрешение на строительство не выдавалось. В адрес инспекции Государственного строительного надзора Республики Татарстан направлено письмо о 23 апреля 2018 года, номер 0524-33, о необходимости проведения проверки указанного земельного участка и принятии мер в соответствии с действующим законодательством. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Гидромедцентр сегодня объявил штормовое предупреждение и спрогнозировал заморозки в Татарстане. Сегодня ночью на территории Республики местами на почве ожидается до минус одного. В большинстве районов 29 мая ночью и днем сильный ветер, пройдет дождь, возможно, с грозой. Это новости Татарстана и далее выпуски. Ограниченные возможности, безграничные способности. Два года мечтал об этом велопробеге, нынче все-таки осуществил. Пограничник из Булгар приехал в Казань на велосипеде, вращая педали лишь одной ногой. Об удивительной стойкости духа Рамиль Шайдулин. Рекорды ифтара. Как прошел первый женский ифтар в Казани? Экономика и культурные связи между Татарстаном и Венгрией должны быть усилены. О сотрудничестве сегодня говорил госсоветник Республики Ментимер Шаймиев с генконсулом Венгрии в Казани Адамом Штифтером. На пост он был назначен год назад. Исторически сложилось, что в Венгрии Татарстан наладил одно из первых торгово-экономических соглашений еще в 1992 году. Сегодня говорили о дальнейшей работе. В частности, в октябре в Казани планируют провести международную конференцию по истории древних венгров. Живая экономика – залог достатка. О прямой взаимосвязи экономического климата с уровнем жизни на селе сегодня говорили в Буинске на совещании главпоселений. Его провел Фарид Мухаммешин. Слушателями стали представители Буинского, Пастовского, Титюршского, Дрожановского, Кайбецкого, Капско-Устинского и Верхнеуслонского районов. Председатель госсовета обсудил с главами, как Татарстан будет поддерживать фермерские кооперативы и вопрос самозанятости селя. Меняется село, облик меняется. И этим надо пользоваться и с людьми беседовать, разъяснять и говорить. Наша задача сегодня еще раз проанализировать ситуацию через деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия нашей республики по повышению деловой активности сельского населения. Вот это уже ваш участок работы. Встреча со служивцами в показательном выступлении и большой юбилей. Сегодня вся страна отмечает День пограничника. В этом году дата особая – столетие со дня образования пограничной службы. Праздничный митинг в Казани собрался служивцев со всей республики. Некоторые приехали с семьями. Здесь прошли торжественное построение, концерты и показательные выступления кинологов. В честь столетия пограничной службы житель Болгар Рашид Диединов преодолел почти 200 километров на велосипеде. Одно «но» – мужчина-инвалид, и крутил он педали только одной ногой. А проехать такое расстояние помогла особая разработанная им конструкция веломобиля. Так он назвал новый транспорт, а себе доказал, что ограничения условны. Рамиль Шайдулин продолжит. Позади 200 километров и лишь одна поломка, но пробег завершен. Рашид Диединов успел ко дню пограничника, хотя сначала и не думал, что к юбилею своих войск вообще решится на велопробег. Все же и возраст, и расстояние, и велосипед нужен особый. Я в интернете просмотрел многие конструкции, но там все не для инвалидов. За разработку он взялся сам, вдохновлялся работами из сети и добавлял свое. Сложнее было с деталями. Под такой нестандарт не все найдешь в магазине. В металломе договаривался, я говорю, вы не выкидывайте, оставьте, я у вас выкуплю. Работа над транспортом в перерывах между основной. Рашид Диединов, тренер в школе карате. И инвалидность никак не мешает. Наоборот, только побуждает на новые победы. Очередной вызов – это велопробег. Два года назад он решил проехать его один на один со своим велосипедом. Чтобы нагрузка на ногу была меньше, в этой модели ее на себя берут и руки, а точнее рука. Когда одна рулит, вторая крутит. Что раньше, когда здесь была только одна скорость, делать было сложнее. Но в этой модели скоростей уже 7. Опытный образец уже прошел испытание и показал, что большие расстояния – не помеха даже при инвалидности. Теперь мастер думает предложить ее конструкторам или медикам. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Третью транспортную дамбу в Казани закроют для движения в дни матча чемпионата мира по футболу. Предупреждающие баннеры уже появились вдоль улиц столицы. Участок дороги по проспекту Ямашево у Казани-арены будет перекрыт 16, 20, 24, 27 и 30 июня. Исполком столицы просят казанских водителей заранее выбирать альтернативные маршруты. К приезду в Казань на чемпионат мира по рабочим профессиям готовятся и хай-тек-мастера. Сейчас в городах страны идут свои национальные чемпионаты. Эту осень в Екатеринбурге пройдет WorldSkill High Tech. Сейчас отбирают лучших сотрудников для участия. Стокарь 21 века это программист, наладчик и оператор в одном лице. Специалист без преувеличения универсальный. А совсем недавно в операциях, которые Антон Восякин с легкостью выполняет в одиночку, были задействованы несколько человек. Я считаю, что моя профессия достаточно интересная, потому что помимо работы за самим станком, это также разработка всяких технических процессов, подготовка постпроцессоров для станка. То есть, когда есть у нее какое-то разнообразие, творческий подход. Промышленные роботы техника, сварочные технологии, реверсивный инжиниринг. Семь компетенций представлены корпоративным чемпионатом группы ЧТПЗ. Трех из них сотрудники соревнуются впервые. Увеличение количества компетенций происходит и в национальном этапе WorldSkills. Современный человек труда – это мастер на все руки. Мы запрашиваем у нашего образовательного центра работника, который обладает не одной профессией, а пятью-семью. В перспективе мы хотим довести количество компетенций до 10-12. Именно в этом мы видим будущее нашего завода. Квалифицированных специалистов группы ЧТПЗ готовит для себя уже седьмой год. Выпускники корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» – постоянные участники чемпионатов WorldSkills. В их копилке 75 медалей. Опыт ЧТПЗ крайне важен. Они создали свой собственный корпоративный стандарт по дуальному образованию, дуальному обучению, который мы уже приводим как пример абсолютно для всех регионов Российской Федерации. Более 30 сотрудников из городов в присутствии компании в течение трех дней боролись за право назвать себя лучшими. Победители защитят честь группы ЧТПЗ на национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills High Tech, который пройдет в Екатеринбурге этой осенью. Что объединяет Чернобыль и Достоевского, и каким может быть национальный театр? На эти вопросы в ближайшую неделю ответит международный театрально-образовательный форум «Наурус». Сегодня пятый по счету фестиваль стартовал в Казани. Он собрал театральных работников из Татарстана и других тюркских регионов и стран. Хедлайнером стал колумбийский режиссер Александра Гонсалес-Пуча со спектаклем «Чернобыльский идиот». Здесь синтез Ромада Достоевского и книги «Чернобыльская молитва» Светлана Алексеевича. Это звучит сумасшедше. Я знаю, идиот в реалиях чернобыльской катастрофы. Но ведь там переплетаются философские мотивы Бога и человека. Мышкин, как и Иисус, вернувшийся на землю, и люди, которые, имея атомную энергию, считают себя выше богов. Республиканский женский фтар в Казани поставил мировой рекорд. На разговение пришли больше четырех тысяч человек. Впервые он прошел отдельно от мужчин. Для представительницы прекрасного пола из районов организовали специальные автобусы. Почему рекорд – это не предел? И где пройдет республиканский фтар 2019? Салават Мухаммадолин. До Азана еще десятки минут, а в зале уже нет мест. Одни с удовольствием смотрят концерт, другие рассказывают дочкам о рамазане и ифтаре. Идет такая энергетика людей, которые пришли, поделиться своей верой, поделиться своей любовью. В этом году женский ифтар проводится отдельно от мужского, и ощущение самое праздничное, потому что ощущаешь некое единение. Протяженный азан и чтение сур-карана – так начинается вечер разговения. После молитвы все приглашены на вечерний прием пищи. На столе – плов, овощи и фрукты. Для тех, кто не смог попасть на республиканский ифтар – ланчбоксы на вынос. Люди одной веры собрались в одном зале. Это, конечно, такое большое эмоциональное впечатление производит. Какое-то единение. Интересно, я думаю, что это нужно делать. И это очень хорошо, что это есть. Больше четырех тысяч человек – мировой рекорд женских ифтаров. И это не предел. В следующем году его планируют провести на Казань-экспо и собрать уже десятки тысяч. Слава Тухмадулин, Фариуза Мазитова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Духов день перейдет в этно-ночь. Сегодня в Казанском храме в честь сошествия Святого Духа у Театра кукол продолжаются празднования по случаю Духово дня. В этом году они проходят в третий раз и, как всегда, в формате мини-фестиваля. Там сейчас работает и наша съемочная группа. С нами на связь выходит Рамиль Шайдулин. Рамиль, так чем же необычен этот фестиваль? Да, добрый вечер, Даяна. Фестиваль и вправду называется Духовым днем. И, как нам объяснили организаторы, все это идет от названия праздника, следующего сразу после Троицы. Фестиваль традиционный для Казани и для Сукон и Слободы, в частности, оказывается, здесь и раньше также водили хороводы и пели народные песни. Словом, этно здесь сохранилось и этно всюду, о чем нам изначально и сказали организаторы, раскрывая концепцию этого фестиваля. Давайте послушаем их. Национальный характер, он основывается на вере народа и на его корневой народной культуре. Именно поэтому вот эта связь духовной традиции и народной культуры нас привлекает. Мы говорим о том, что на самом деле нету различий между духовной и народной культурой, что они взаимодополняют друг другу, формируя тем самым тот замечательный, прекрасный, добрый характер русского народа. Да, стоит отметить, что фестиваль на самом деле возрождается и в новейшей истории он проходит только в третий раз и всегда с уважением к традициям. Сейчас на сцене звучат скрипки, духовые, русская народная песня. И сначала перед казанцами выступят местные столичные группы, а после их коллеги из других городов России, включая и именитых казанцев «Медвежий угол», а также финалистов шоу «Голос». Ну а мы пойдем их слушать, конечно. Передаю слово вам, Даяна. Спасибо, коллега. Напомним, это был Рамиль Шайдулин с фестиваля «Духов день». И на этом наш выпуск завершен. Увидимся в 21.30. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Новый день. Новые улыбки. Любимая работа. Но иногда мы не замечаем, что все это немного сложнее для людей с ограниченными возможностями. В Татарстане насчитывается более 80 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Хороший вкус приносит удачу в честь 20-летия торговой марки «РМ». До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию «РМ» с эмблемой акции. Регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы «РМ». Удача нам по вкусу. В клинике «Медел» уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике «Медел» уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. От приема у президента до вечернего концерта. В Казани 30 мая состоится чествование победителей Кубка Гагарина хоккейного клуба «Акбарс». Сегодня журналистам рассказали о программе после торжественной части в Казанском Кремле. Чемпион отправится на парад, который начнется в 19.00 на площади 1 мая у памятника Мусей Джалилю. На открытом автобусе команда проедет по улицам Кремлевская, Астрономическая, Правобулачная, на которых будут организованы специальные площадки приветствия для болельщиков. Завершится проезд на площади Тысячелетия. В 19.30 начнется торжественное вручение Кубка и золотых медалей чемпионов России. Затем на сцене для болельщиков выступят группа «Пицца», Полина Гагарина и МОД. Мы будем идти по пути также великих чемпионских команд футбольных европейских, которые парады проводят сразу на следующий день после завоевания трофея. Так что дело осталось за небольшим. Продолжать дальше выигрывать Кубки Гагарина, чтобы различные форматы провести празднование мероприятий. В Казани завершился первый открытый чемпионат по боксу в рамках рейтинговых боев Лигы бокса Татарстана. На турнире приняли участие спортсмены от 19 до 50 лет без спортивного разряда. Если в профессиональном боксе к бою готовятся задолго до мероприятий, заранее знают соперника, то здесь формат немного отличается. Информацию про оппонента ты получаешь только перед боем. Среди претендентов на титул были и девушки формулы боя три раунда по две минуты. Победители отбираются в финальную часть, где могут представить нашу республику в России. В будущем организаторы планируют провести аналогичный турнир среди юношей. В дальнейшем у них есть шансы попасть в сборную республики Татарстан и представлять нашу республику на крупных соревнованиях. Чемпионат Лиги бокса России, чемпионат Лиги бокса Европы и так далее. И в завершение к баскетболу у них сражается за выход в полуфинал Единой Лиги ВТБ. Наш соперник – Нижний Новгород. После домашней победы казанцы играли на выезде. За шесть секунд до финальной сирены у них уступал три очка и владел мячом, но не сумел реализовать атаку из-за дуги. Итог – победа Нижнего Новгорода со счетом 77-74. Самым результативным в составе у них стал Хакин Колом, набравший 20 очков. Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет в Нижнем Новгороде 28 мая. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды и в начале выпуска интересная информация. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой, по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, облачные погоды с прояснениями. Пройдет дождь и всего 12 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, также с дождем переменная облачность. Синоптики обещают плюс 13. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызио, Менделеевске днем пройдет дождь и 11 градусов тепла. На северо-западе, Варске, Кукмре, Балтасе до 17 градусов выше нуля. Без осадков не обойдется. Переменная облачность на юго-западе республики. Тут временами с дождем будет теплее, чем в других районах. Плюс 19. В центральных районах Чистополе, Альмейтовске, Мамадыши пройдут дожди. Столбики термометров покажут 15 градусов тепла. На этой неделе ожидается нестабильная погода. Временами с дождем и с порывистым ветром. Одевайтесь теплее. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ «Южный» по адресу город Казань, проспект Победы, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктора с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь. Температура воздуха днем – плюс 17-19. Ветер северо-западный, порывистый – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ортудного столба. Влажность воздуха – 48%. Ожидается слабое магнитное буря. Берегите себя. В конце выпуска еще одна интересная информация. Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Россельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр, Казань, 277-82-29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова